Привет! Сегодня я хочу с вами поделиться, пообщаться на такую тему. Она, наверное, волнует очень многих, потому что каждый хочет свои картины, которые он рисует, их продавать. И это нормальное явление, это хорошо, потому что если вы создаете что-то очень не то, что, знаете, говорят, крутое, нет, просто если вам это самим нравится, нравится окружающим вас, людям, то это надо продавать, это должно быть висеть где-то и радовать не только вас, но и других людей. Для выставки, конечно, можно сказать, начало, когда начало художники, только начиная для выставки, мы еще все-таки не доросли, а вот для того, чтобы рисовать картины интерьерного плана, то в частную коллекцию можно спокойно продать. И сегодня я хочу рассказать о своем опыте, опыте продажи картин. Он у меня есть как не очень хороший, есть действительно поистине классный. Расскажу я сегодня именно про неудачный свой опыт, чтобы вы послушали и, может быть, не наступили на те же грабли, на которые наступила я когда-то. Но это хороший старт. Мне кажется, вы должны это сами попробовать. Ни в коем случае не повторяйте за мной, вы просто попробуйте это. Может быть, у вас получится. Это будет круто. У меня не получилось, я говорю сразу, потому что не сработало. Два года назад я зарегистрировалась на ярмарке мастеров и, как все мастерицы, захотела сразу больших продаж. Этого, естественно, не случилось. Я начала читать информацию, как развить себя, как развить свой магазин, что надо делать. Полностью инструкция. Там спасибо им, конечно, написано, все очень доступно и правильно. Но я два года соблюдала эти правила. Вместо того, чтобы рисовать картины, которые я хочу, вдохновительные, скажем так, которые я сегодня купила холст и что-то нарисовала. Я должна была думать в первую очередь, просчитывать то, что мне надо найти время для съемки, найти время для отфотографировать это все, найти время это все нарисовать, чтобы это был день, не ночь, чтобы это не было темно, чтобы картинка была красивой. А потом, когда рисуешь, бывает какая-то вещь не получается, и получается, что тот мастер-класс, который я изначально готовила, он у меня запоролся, и я его не могу уже выставить. Потом возникли такие вопросы о писании писать. То есть, если вы никогда ничего не писали, если у вас туго с изложением, скажем так, мыслей, то это вообще не ваша тема. То есть, вы потратите месяц на то, что вы будете просто учиться писать эти тексты или просить кого-то. Это второй нюанс. Ну и третий, конечно, все, что я делала, я это делала для раскрутки не своего магазина, а ярмарки мастеров, чтобы их платформа развивалась, чтобы люди заходили к ним на сайт, то есть занималась тупо их рекламой. За эти два года у меня была посещаемость магазина, но в тот момент, когда я переставала оплачивать, причем это оплачиваемая штука, я оплачиваю свой магазин по 150 рублей в месяц, и он у меня не окупается. Затрат оказалось больше. Я трачу на оплату магазина, я трачу деньги на покупание материала и всего того, что надо для написания картины. Я трачу свое время, я трачу очень много времени на то, чтобы смонтировать видео, если это видео, скомпоновать фотографии, каждый этап отфотографировать, потом это обработать, потом это все написать. И в итоге на выходе я получаю, что мой магазин просмотрели, но заявок на покупку нет. И это, конечно, меня немного стало напрягать. Я поняла, что я не хочу работать. Получается, что за свои же деньги, которые я плачу этому магазину, я раскручиваю ярмарку мастеров, но не себя. И в итоге я решила, что я прекращаю оплачивать магазин, но остаюсь на этой платформе как художник, который показывает, как он рисует. Я выделила себе один день в месяц, когда я пишу картину именно для мастер-класса. Я ее пишу в несколько этапов, все этапы отфотографирую, либо снимаю, и потом выкладываю, пишу текст, выкладываю на эту платформу. Что мне это дает? Мне это дает просмотр на моем YouTube-канале, если это видео. И все. Так как магазин мы просмотреть, они не могут, если я его не оплатил. Вот так вот. Это мой опыт. И я подумала, что пока я не готова бесплатно отдавать свой труд, я хочу зарабатывать денег, я хочу получать вознаграждение за то, что я делаю, а пока я только вношу деньги. Конечно, вы скажете, что любой бизнес надо вкладывать. Окей, так и есть. Но когда за два года бизнеса ты не получаешь ни один доход, даже если ты не бухгалтер, я бухгалтер по образованию, ты можешь посчитать, что у тебя огромный-огромный минус, потому что ты же за какие-то деньги покупаешь холсты, кисточки, краски. Они должны окупаться. Ну, если, конечно, у вас муж-меценат, это другое дело. Но тогда с мужем-меценатом вам вообще не надо сидеть на ярмарке мастера. Вы можете спокойно организовать себе выставку и продать картину одну-две на выставке и купить себе материал. Вот такой вот опыт. Я еще раз повторяю, чтобы понять, работает это у вас или нет, это надо попробовать. Но будьте внимательны, думайте. Самое дорогое в нашей жизни, которое никогда к нам больше не вернется, это время. И вот это затраченное время, два года, мне немного жалко. Я поделилась с вами своим опытом. Вы подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А я уже постараюсь вам в следующем видео рассказать, на какой платформе я сумелась заработать деньги и по сей день зарабатываю. Эта платформа открылась для меня год назад. И буквально за месяц я продала картину. Следите за моими эфирами. Пока!